Покорение Каракайтага в 1819 году. Год 1819 в Дагестане начался при неблагоприятных предзнаменованиях. Погром Мехтулы и снятие ее с карты независимых дагестанских стран не образумили дагестанцев, и всю зиму волнение в горах не прекращалось. Персия искусно поддерживала восстание и, как было известно, отправила шейх Алихану 4000 туманов золота, около 20000 рублей серебром на наши деньги, для найма войска. Но, ведя между собой деятельные переговоры о предстоящей войне, хитрые дагестанские ханы в то же время осаждали Ермолова дружескими письмами, жалуясь на то, что их непоколебимая верность русским остается без воздания. Со всеми ими, говорит Ермолов, я был в приязненной переписке в ожидании удобного случая воздать каждому из них по заслугам. Так наступило лето 1819 года. И вот, в то время, как русские войска воздвигали на Кумыгской плоскости крепость внезапную, дагестанцы собрались в значительных силах, чтобы препятствовать постройке ее и вообще напасть на русские владения. Между ними было условлено, что Хасан Венгутайский пойдет на Казиюрт, а Варский хан к Андреевской деревне, а Шейх Алихан и Абдулбек овладеют Кирою и Кубинскую провинцию. Сильные акушинцы со своей стороны угрожали тем, которые хотели оставаться верными русским. Преданный Ермолову Кадди Табасаранский был убит заговорщиками. Асланхан Кюринский и Шамхал Тарковский готовились к обороне. Сообщение Кавказской линии с Дербента между тем прекратилось, и торговля совершенно остановилась. Так было и прежде, доносил Ермолов. И, конечно, ничего не будет хуже того, что было при посредних моих предшественниках, но не в моих правилах терпеть, чтобы власть государя моего была неуважаема разбойниками. И он приготовлялся наказать их. Опасность угрожала всего более югу Приморского Дагестана, богатой Кубинской провинции, на которую должны были напасть первые удары мятежников. Среди кубинцев, собственно, нельзя было ожидать волнений. Напротив, сами они образовали из себя конную пограничную стражу, служить в которой считалось большим и не для всех доступным почетом. Но о защите провинции от внешних врагов приходилось подумать серьезно. И малочисленность войск, которыми русские могли располагать для прикрытия границ со стороны Дагестана, была не единственным затруднением. Нужно было еще отыскать надежного вождя, который своей опытностью, отвагой, предприимчивостью мог бы сделать нечувствительной малочисленность этого войска. Прошлогоднее назначение Пестеля показало Ярмолову, какая нужна осторожность в выборе такого начальника. Сменивший Пестеля генерал Вреде, человек достойный, с замечательными административными способностями, также не был удобен для этого назначения, как не имевший за собой боевой репутации. Выбор Ярмолова остановился на генерал-майоре, князе Мадатове, военно-окруженном начальнике, ханств Шикинского, Шируванского и Карабахского. Малахов был сам уроженец Карабаха. Он вступил в русскую службу с молодых лет и теперь был в апогее своей боевой известности. Командая в наполеоновских войнах славным Александрийским гусарским полком, он уже в чине полковника носил Георгия на шее и бриллиантовую саблю. Это был один из выдающихся деятелей той громкой военной эпохи. Само назначение его на Кавказ состоялось по личной просьбе Ярмолова, который и поручил ему в управлении мусульманские ханства. Знания языков и обычаев страны рядом с необычайной храбростью, предприимчивостью и представительной наружностью делали его незаменимым в сношениях с горцами. Лучшего выбора, как показали последствия, сделать было невозможно. В начале августа в селении Истелярии Малахов принял начальство над экспедиционным отрядом, назначенным для охраны Кубинской провинции. Весь этот отряд состоял всего из двух батальонов пехоты Севастопольского и Троицкого полков, 300 линейных казаков из шести орудий пешей и двухконной артиллерии. Зная, как недостаточно этих сил для предстоящей борьбы с Дагестаном, Мадатов решил воспользоваться своим влиянием на жителей мусульманских провинций, порученных его управлению, и успел склонить их выставить из каждого ханства конные дружины охотников. И скоро из Карабага, Ширвани, Шейки действительно прибыли к нему несколько сотен превосходной азиатской конницы. Это был первый неслыханный до толи пример, что мусульмане русских провинций шли в рядах русского войска против Дагестана, то есть против своих же единоверцев, и при том шли не по найму, а добровольно, на собственный счет, ничего не прося и ничего не стоя нашему правительству. Ермолов в шутку называл их иностранными легионами. Несмотря на это увеличение, экспедиционный кор отряд оставался настолько мал, что Ермолов не считал возможным вести с ним наступательные действия. «Ты верно уже пришел с иностранными твоими легионами», — писал он Мадатову. «Теперь надо ограничиться наблюдением за табасаранию. Ежели окушинцы, которые по глупости своей думают себя вправе во все вмешиваться, обратятся к тебе со своими бумагами и посланцами, то отвечаем, что без приказания моего не можешь вступить с ними ни в какие объяснения, но только знаешь, что будешь истреблять всех, которые осмелятся делать вред подданным государям». Мадатов, однако, понимал свое положение и свою задачу иначе. Он видел необходимость перенести военные действия на вразовскую землю и, как только собрались войска, он ночью внезапным форсированным движением проник в табасарань и занял крепкую крепость в селении Мараги. Табасарань, длинная, примыкающая к морю полоса земли, расположившаяся около Дербента между Каракайтагом и Кюринским ханством, уже со времени занятия русскими войсками Дербента подпала под влияние и зависимость от России, которая, однако, не коснулась внутреннего распорядка этой провинции. Но именно это обстоятельство и повлекло за собою сначала междоусобия, а потом и необходимость уничтожения ее самостоятельности. Управление табасаранью прежде, в течение долгого периода времени, сосредотачивалось в лице Майсума, титул, переходивший наследственно в одной известной фамилии. Это важное в Дагестане достоинство. Вместе с достоинством Шамхалов и Уцмиев составляет памятник могущества в этом крае равитян. Существует предание, что арабы, обратив магометанство жителей табасарани, большая часть которых были потомки древних евреев, назначили правителем этой страны одного добродетельного и набожного человека из арабского войска по имени Махмед Майсум. В течение многих веков после арабов порядок этот оставался без изменения. Впоследствии же Кадии воспользовались слабостью некоторых Майсумов и стали от них независимы. Табасарань разделилась. Южная осталась под управлением Майсумов, Северная стала управляться Кадиями, которые становились все сильнее и сильнее Майсумов и, вероятно, совершенно поглотили бы древнее могущество и права последних, если бы страна скоро не перешла под власть России. Волнения 1819 года частью даже и стояли в зависимости от ворожды членов династии Майсумов с представителями фамилии Кадьев. В этой-то стране и, главным образом, в Северной Табасаране, где мятежники, как сказано, убили Кадия, теперь и приходилось действовать Мадатову. Испуганные внезапным появлением русского войска, жители, уже готовые к восстанию, очутились в нерешительности, не зная, что предпринять. Их старшины и выборные отселения поскакали для общего совещания в Хошни, принадлежавшие зятю беглого шейха Алихана, Абдуллу Беку Эрсенскому, и там собралось по этому случаю несколько тысяч мятежников. Мадатов решил немедленно напасть на сборище и, захватив в свои руки коноводов мятежа, одним ударом покончить Северное Табасаранию. В ночь с 13 на 14 августа он выступил с отборной частью конницы и пехоты, расположив остальные войска в укрепленном в Агенбурге, составленном из обозов. До селения Хошни было 30 верст. Это пространство нужно было пройти в течение ночи, иначе неприятель сам мог запереть отряд в Теснине, где Мадатову уже пришлось бы драться за собственную свободу. В минувшем столетии подобный случай уже был с отрядом храброго Криднера, едва не погибшего в горах Крокоталя, испавшегося только тем, что неприятель почему-то не осмелился его преследовать. Но пушки тогда были брошены и составили трофей неприятеля. Мадатов знал из рассказов туземцев, в какой неприступной местности лежат аулы Ельсинского бека. И потому-то именно он и взял не целый отряд, а только отборных людей, на железные силы которых на волю и храбрость мог вполне положиться. Ночь была темная, дороги неизвестные, узкие ущелья, в которых отряд растягивался в нитку, и бездонные каменистые овраги чередовались с крутыми заоблачными подъемами и отвесными спусками, покрытыми вековым дремучим лесом. Войска шли быстро, без отдыха и в глубоком молчании на руках перетаскивали пушки там, где им нельзя было проехать. Где начинались камни, колеса обертывались солдатскими шинелями, а конница разъезжалась врозь, чтобы шум движения не мог предупредить неприятеля о приближении этой горсти отважных. На рассвете отряд уже стоял на вершине высокой горы. Окутанной облаками крутой и лесистый спуск вел отсюда прямо к селению Хочни, где в густой предрассветной мгле, осевшего в долине тумана, мерцало множество потухающих огней. Это и был неприятельский бивуак, до которого еще оставалось версты четыре. Нетерпение начинало овладевать войсками. Татарская конница и казаки пошли вперед на рысях. Пехота, забывая усталость, не отставала от конницы. Но вот татары пустились марш-марш и быстро обскакали и бивуак, и селения. Пальба, стоны и дикие крики раздались со всех сторон. Конница стремительным ударом ворвалась в неприятельский стан и произвела в нем полное смятение. Горцы, устрашенные внезапным нападением, бросились бежать через единственное ущелье, которое еще не успели захватить русские. Убитых и раненых у неприятеля было немного, так как все дело кончилось первым натиском конницы. Но в числе пострадавших был сам Абдулбек Еренский. Под ним была убита лошадь, сам он был ранен пикой и, хотя успел спастись, но конвой его был изрублен, и знамя его захвачено. Мадатов приказал оставить селение, хошню в целости, и только один дом Абдулбека был сожжен, и сад его истреблен до основания, наказание которому, по обычаю края, подвергаются изменники. Отряд расположился бивуаком, готовый по первой тревоге двинуться туда, где показались бы вооруженные скопища. Но вместо них на другой день старшины шести магалов явились повинной головою. Мадатов торжественно именем императора объявил им прощение и назначил на место убитого Кадия правителем зятишем хала Тарковского Абдул-Разах-Бека. Вольная-то басарань при громе пушек приведена была к присяге на верность русскому государю. Здесь же, у селения хошни, Мадатов получил известие, что и другая часть его отряда, оставленная им в Багенбурге, в деревне Мараги, имела удачное дело с неприятелем. Храбрый майор из Носков, герой башлынского сражения, сделал весьма удачный набег населения Туруп, где жил один из главных коноводов движения Гирейбек, который и бежал в горы. С бегством Гирея потухла последняя искра готовящегося восстания. Так, одним решительным и смелым ударом и почти без пролития крови усмирена была вся Табасрань. Ермолов был чрезвычайно доволен действиями Мадатова. «Целую тебя, любезный мой Мадатов, и поздравляю с успехом», писал он ему. «Ты предпринял дело смелое и кончил его славно». Но в то же время Ермолов, видимо, страшился за слишком рискованные действия, боялся увлечений со стороны Мадатова и, намекая ему на необходимость держаться более оборонительного образа действий, писал ему, между прочим, «Некоторое время должен я, любезный князь Валериан Григорьевич, стеснить твою деятельность, но сего требует обстоятельства. Потерпи немного, недалеки случаи, где службе царя нашего полезно будет храбрость твоя и усердие». Но Мадатову виднее было положение края, и в его уме уже созрел план покорения Кракайтада. 1 сентября 1819 года он перешел из Мораги в Дербент и расположился впереди него лагерем при речке Дарбах на большой дороге, ведущей к Таркам. Правый фланг его примыкал к берегу Каспийского моря и таким образом отряд в одно и то же время прикрывал Табасарань и угрожал селением буйных кракайтайцев. На север от Дербента, занимая большую часть Каспийского побережья вплоть до владений Шамхала Тарковского, лежало кракайтагское уцмейство. Оно состояло собственно из двух частей, нижнего, как кракайтага, или Терекеме, лежащего по берегу Каспийского моря, и верхнего, или горного, примыкавшего к владениям народов Даргинского союза и Казентимского ханства. В то время кракайтаг в сущности еще был совершенно независим и сохранял политическое устройство, оставленное ему арабами. Предания говорят, что в исходе восьмого столетия, после того, как Казентук покорился арабам и принял ислам, аравийское войско вошло в кракайтаг. Здесь оно встретило упорное сопротивление, но после многих кровавых битв часть жителей была истреблена, а остальная искала спасение в покорности и также обратилась в ислам. Арабы поставили в стране своего правителя эмир Гамзу с титулом Уцмия, и с тех пор титул этот считался в Дагестане по старшинству вторым после Шамхалов. В самом начале нынешнего столетия кракайтагским Уцмием сделался некто Адиль Гирейхан, человек беспокойный, коварный, подозрительный и осторожный. Когда Дербент попал под власть России, вынужден был признать зависимость свою и кракайтаг. Но в сущности зависимость эта долга оставалась чисто номинальной. Уцми не только не платил дани, но даже не отвечал за безопасность путей через его владение, и ни один русский не мог переступить границ кракайтага иначе, как под прикрытием сильного конвоя. Адиль Гирейхан сам почти открыто содержал на жаловании шайки хищников, грабивших русские пределы, и помогал шейх Алихану поддерживать старинные связи в кубинской провинции. Скрывая непримиримую ненависть к русским, Уцми тяготился однако же и тенью зависимости. Из политических видов он избегал сношений с русскими, и если решался видеться с кем-либо из генералов, то непременно на таких условиях, чтобы свидание происходило в поле и в присутствии многочисленных его телохранителей. Странное поведение свое он объяснял тем, что связан страшной клятвой, данной еще в лета своей юности, никогда не въезжать ни в один из русских городов, не только в Кизляр или Тифлис, но даже в соседний мусульманский Дербент. Действительно, всему Каракайтагу известна была эта клятва, но происхождение ее объясняли весьма различно. По рассказам самого Уцмия, правивший Каракайтагом старший брат его, Али-хан, желая удержать наследственные проваза на Уцмиство, за своим потомством заключил с русскими тайное условие, по которому он, Адиль-Герей, при первом же удобном случае, был бы выдан русским и заключен в крепость. Эти-то обстоятельства будто бы и побудили его тогда дать всенародную клятву не ездить ни в один из городов, находившихся под властью Россию. Другие объясняли, однако, дело иначе, говорили, что старый Уцми Ай-Али-Хан, также скрывавший под личиную преданности непримиримую вражду к России и бывший весьма деятельным участником в разбоях на русской границе, опасался, чтобы брат его, посещая Дербент, не выдал его тайных дел, почему и заставил его всенародно в мечети произнести клятву никогда не видеться с русскими. Так или иначе, но клятва это стало находкой для самого Адель-Гирея, когда он сделался Уцмием. Прикрываясь ею, он искусно маскировал многие из своих поступков и, ненавидя русских нисколько не меньше своего предместника уклонялся от сношения с русскими властями там, где это было ему выгодно. До Ермолова, особо при слабом управлении Ртищева, Уцмию многое сходило с рук безнаказанно. Но когда явился Ермолов и Дагестан почувствовал на себе его железную власть, Уцми понял, что старые приемы политики больше неуместны и начал искать самого, по-видимому, искреннего сближения главнокомандующим, стараясь, конечно, извлечь отсюда возможные выгоды. Нужно сказать, что по смерти брата своего, Уцми Алихана, Адиль-Гирей истребил весь его род и приверженцев с целью завладеть их богатствами. Гонения воздвигнутые тогда на семью покойного брата заставили и других его племянников, детей его родной сестры, бывшие в замужестве за Муртар-Зарибеком в Казикумук, бежать и отдаться под покровительство Аварского хана. Это была старшая линия Каракатакского дома, имевшая теперь после ссылки Балахана в Сибирь представителем своим талантливого семнадцатилетнего брата его Эмир-Гамзу, который пользовался большой любовью в народе. И уже поэтому он не мог не казаться опасным подозрительному Адиль-Гирею. Тем более, что после смерти последнего достоинства Утсмия должно было перейти именно к Эмир-Гамзе, как к старшему вроде. Тогда Адиль-Хан, отказавшись от открыто враждебных действий против русских, задумывал попытаться путем сближения с ними устроить так, чтобы еще при жизни упрощить власть за своими сыновьями. И вот, ссылаясь на ту же будто бы тягостную клятву, которая затрудняла его доброе сношение с русскими, Адиль-Гирей обратился к Ермолову с просьбой сложить с него звание Уцмей и уволить в Мекку, где он намерен посвятить остаток своих дней молитве, достоинство же Уцмия передать его сыну Мамедбеку, незадолго перед тем, женившемуся на дочери Шамхала. План, искусно задуманный, поставил многих в недоумение. Но Ермолов проник в истинные намерения Уцмия и не только отказал ему в просьбе, но сделал распоряжение, и ежели бы Уцмия самовольно задумал отправиться в Мекку, задержать его в Бакинской крепости. В то же время двуличное поведение Адиригерея в событиях 1818 года, когда он допустил Акушинцев напасть на русский отряд в Башлах, вынудило Ермолова принять против него более решительные меры, и сын его Мамедбек, взятый в Манаты, был отправлен в Дербент. Наступил тревожный 1819 год, и роль Уцмия становилась все труднее и труднее. С одной стороны, Дагестан требовал присоединения его к Союзу, с другой, Ермолов зорко следил за его поведением, но Уцмий по-видимому надеялся избежать представшихся ему подводных камней хитростью, и, ведя деятельные переговоры с мятежниками, он в то же время старался поставить себя вне всяких подозрений, извечая Ермолова о замыслах аварского хана, будто бы домогавшегося и истребить крокотакский дом. Но Ермолов совершенно понимал двойную игру Уцмия. Благодарю за письмо ваше, писал он ему, в котором уведомляете меня о делах дагестанских. Знаю, что подлый изменник аварский хан возмущает народы, но не вижу, какую причину могут иметь сие народы желать истребить вас, ибо они в подвластных ваших имеют верных товарищей, в злых намерениях противу русских. Уцмия. Уцмей старался прежде всего выручить сына и, уверяя в своей верности, просил Ермолова назначить ему в помощники старшего сына, ручаясь в этом случае удержать спокойствие в Крокотаге. Ермолов ответил, «В прошлом году сын ваш был при вас и народ крокотацкий весь возмутился против своего государя. Не сын ваш, как человек молодой, а ваше высокостепенство должны управлять народом». Всеобщее возмущение и погром Мадатовым Табусарани сделали невозможными нерешительные положения в двойную игру. В Крокотаге, именно в Крокотаге Нижнем, в селениях подвластных эмир Гамзе и Бахбеку и другим собирались шайки и усмью приходилось стать на ту или на другую сторону. Тем более, что Ермолов писал ему, что не таким, как его поведением доказывается верность государю и что того недовольно, чтобы явно не участвовать в намерениях неприятеля, но должно вероподданному быть явно против онных. Разгаданный Ермоловым Уцмий, однако же, не мог стать и прямо на сторону восстания. Князь Мадатов стоял уже на границе Крокотага, а сын Уцмия был Аманатом в Дербенте и таким образом страх близкой грозы и страх за участь сына связывали действия Уцмия. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сужу я, что должен быть большой страх между врагами нашими Ибо и добыча досталась войскам богата И что всего более захвачены жены и дети Здесь редки весьма подобные случаи И потому должны производить полезное впечатление Потеря имущества нелегко и нескоро вознаграждается В этих крайних обстоятельствах Уцмей уговорил сына бежать из Дербента Молодой Бек создал самый простой план побега Он стал прорубать стену дома, в котором жил, чтобы уйти, не встретясь с стражей Но хозяин этого дома, человек верный, да притом понимавший, что может поплатиться за Аманата своей головой Известил обо всем коменданта И замыслы Мамедбека рушились Он был арестован и предан суду Уцмей, до сих пор упрямо отказывающийся от свидания с русскими начальниками Теперь, узнав о тяжком наказании, ожидавшем его сына за попытку к побегу Сам просил князя Мадатова дать ему свидание Выговорив только, что оно происходило бы вне городской черты В Дербентских садах Мадатов воспользовался этими обстоятельствами с тонким расчетом и знанием азиатских нравов Он принял Уцмия с восточной пышностью Показывал ему войска, ласкал его А за обедом, при громе пушек, русские пили за здоровье Адильхана Чтоб победить недоверчивость Уцмия Мадатов поднес ему богатые подарки И не только простил сына, но даже позволил тому возвратиться к отцу Уцми, со своей стороны, обещал содействие в усмирении мятежа И, действительно, выслал часть своих войск в русский лагерь Мадатов, конечно, не рассчитывал на верность Уцмия И своим великодушием хотел только обнаружить совершенно двойственные действия его перед его же подданными По отношению же к этим последним приняты были и меры Которые могли бы обезоружить самых непримиримых врагов Ни одно из селений не было разрушено Женщины и дети, захваченные татарской конницей Возвращены их семьям Пленные освобождены Только 24 человека, бегских нукеров, отправлены были в Дербент на крепостные работы Но и тем обещали свободу, как только владельцы их изъявят покорность Следствие расчетливых действий Мадатова не замедлили обнаружиться Как только Уцмия достиг своей цели возвращения сына Он тотчас же со своим семейством удалился в верхний крокайтаг И написал оттуда Мадатову Я к тебе явился только для освобождения сына Теперь возьми мои земли, жертвуй ими Потому что не хочу иметь над собой старшего Но черная неблагодарность и измена Уцмия Отразилась в населениях совершенно особым образом Они сами отказались от подчинения Уцмию И, явившись в русский лагерь Просили князя Мадатова привести их к присяге На верноподданство русскому государю Весь нижний крокайтаг покорился Добровольно Мадатов поручил управление эмиром Зербеку И как старшему вроде, и как кровному врагу Уцмия Обстоятельства оба одинаково полезные для русских целей Тогда Уцмий, обманутый в своих ожиданиях и надеждах Снова просил у Мадатова свидание И оно состоялось около селения Иран-Хараба По своему обычаю Уцмин явился в кольчуге Вооруженный с головы дынок в сопровождении тысячи нукеров Мадатов приехал один Он никогда не страшился коварства горцев И являлся на свидание с ними всегда безоружным Желая тем показать, что не допускает даже мысли об измене Он твердо был убежден, что переменив свой образ действий Потерял бы то влияние, которое успел приобрести на Кавказе Но свидание это не могло привести ни к чему Ермолов со своей стороны не одобрил его и писал Мадатову Я должен заметить вам, господин генерал, что вы поступили не совсем благоразумно Приняв приглашение Уцмия видеться с ним в Иран-Харабе Ибо сей злодей готов решиться на всякое преступление И Ермолов потребовал, чтобы все сношения с Уцмием были прерваны Между тем Уцмий укрепился в Башлах Где собрано было до трех тысяч горцев под начальством Абдулла-Бека Ирсинского Мадатов решился уничтожить Башла Вечное гнездо измены И 4 октября войска уже шли по направлению к этому городу Башла находится в конце ущелья Оберегавшего сильным сторожевым караулом И внезапное нападение здесь не могло иметь места Отряд ночевал в 16 верстах от города При входе в горное ущелье Огни неприятельства как неприятельского караула Виднелись из русского лагеря в расстоянии нескольких верст И потому предпринято были все предосторожности Против нечаянного нападения Хотя они вообще не в обыкновении горских народов На следующий день едва разведнелась Как отряд двинулся дальше Передовая конница, быстро опрокинув караул Не дала горцам времени воспользоваться Склистыми горами, облегающими дорогу И сама заняла их Обезопасив таким образом следование отряду Ущелье Малопомару расширилось И переходило в обширную долину До города оставалось не более двух верст Тогда войска перестроились в боевой порядок и остановились А сам Мадатов с небольшой свитой выехал вперед на разведку Вдали виднелись башлы, расположенные амфитеатром по отлогости горы На которую можно было забраться только по тропам, пробитым в утесах Дома и улицы казались пусты, но вершина горы, командующая городом, и каменный вал, проложенный по нижней террасе, были заняты толпами вооруженных башлынцев, готовых отразить нападение По другую сторону города протекала речка, за которой опять тянулись горы, покрытые лесом И на одной из них, над самой рекой, стоял древний замок, свидетель недавнего поражения русских И замок, и горы были также заняты толпами Разноцветные знамена во множестве, которые развивались и на опушке леса, и на бастионах замка Обнаружили ясно, что в предстоящей битве примут участие не одни башлынцы, а все жители соседних обществ Неприятель вел слабую перестрелку И несколько человек из татарской конницы в конвое князя Модатова оказались ранеными Разведка дала, между тем, результаты неутешительные Позиция неприятеля была крепка, силы его значительны, и штурм при таких условиях являлся средством Слишком рискованным И если бы даже русские войска и овладели городом, то, конечно, с такими потерями Которые могли бы сделать дальнейшие военные операции невозможными И в то время, как неприятель все же располагал бы огромными, еще не тронутыми подкреплениями У нас в тылу не осталось бы ни одного человека Граница русская стояла бы открытой Взять башлы, между тем, приходилось во что бы то ни стало И Модатов приказал ударить подъем Войска двинулись Артиллерией приказано было подойти на ружейный выстрел к городу И усиленным бомбардированием вынудить неприятеля к отступлению В случае сопротивления, три колонны пехоты должны были вытеснить его из-за валов штыками В то же время две роты и два орудия направлены были против замка А еще два орудия поставлены отдельно на возвышенности, чтобы обстреливать толпы, занимавшие гору Артиллерийский огонь начался одновременно на всех назначенных пунктах Неприятель, занимавший нижние уступы города, отвечал живым ружейным огнем Но картечь скоро заставил его умолкнуть И мало-помалу люди начали скрываться в домах Представлявших лучшие укрытия от артиллерийских снарядов Тогда Мадатов двинул пехоту Глухо зарокатали барабаны Наступление и батальон с ружьем наперевес двинулся на приступ Но неприятель не выдержал удара и поспешно стал по скалистым тропам убираться на вершину горы Покинутый город был занят, но замок оборонялся упорно И толстые стены его несокрушимо противостояли действию артиллерийских снарядов Тогда Мадатов послал батальон пехоты с четырьмя орудиями обойти замок с тыла И обложить осажденных Башлынцы, храбро оборонявшиеся, пока была возможность к отступлению Теперь, едва увидели батальон, угрожавшие запереть их выход, обратились в бегство И город, и замок были заняты Неприятель сосредоточился на вершине горы Но положение его оказалось крайне невыгодным Сверху вниз по крутизне горы стрелять было неудобно А наши гранаты между тем свободно ложились на горе И осколками наносили неприятелю огромные потери Войска рвались вперед, чтобы покончить дело штыками Но Мадатов предпочитал менее блестящий, но зато более дешевый и верный успех В Грузии солдат каждый дорог, повторял он тем, которые хотели приступа Даром его не трать Действительно, неприятель скоро скрылся в лесах и ущельях гор Где трудно и бесполезно было его преследовать Важный успех этот стоил русским всего трех убитых и двадцати раненых Дом Уцмия в башлах был разрушен Мадатов угрожал истреблением и городу, если жители не явятся с покорностью И старшины явились От лица народа они присягнули на подданство русскому государю Дали аманатов из лучших фамилий и уплатили дань Мадатов вывел войска из города, чтобы успокоить семейство башлынцев Которые, скрываясь в лесах, много терпели от страха, стужи и голода Как велико было влияние Малахова на умы покоренных народов Можно судить потому, что и здесь часть каракайтайцев Точно же примкнула к русскому отряду И вместе с ним двинулась в горный каракайтак Который еще повиновался Уцмию Разбитый в башлах, Уцми укрепился между тем в местечке Суми Известном своей неприступностью Чтобы вызвать его из этой крепкой позиции Мадатов двинулся прямо к его резиденции Янглы Кенду И 20 октября первые лучи восходящего солнца Озарили отряд уже в быстром движении к этому городу Храбрые янглденцы приготовились к обороне Но увидев в наших рядах своих единоземцев Поколебались В эту минуту прибыл Адильхан Со всеми своими силами и суммей Но было уже поздно Батальон Троицкого полка Штыками взял укрепленные высоты И войска заняли город Тогда народ и здесь отказался от власти Уцмия И присягнул на подданство России Так в два месяца С горстью отважных В местах неизвестных И большей частью неприступных Князь Мадатов Покорил всю Табасарань И весь Каркайтаг Алилихан бежал к кокушинцам Увеличив собою число скитавшихся беглых владельцев Ермолов объявил достоинство Уцмия навсегда упраздненным А управление Каркайтагом временно поручил племяннику Адильгерея Эмир Гамзабеку Но без титула Уцмия И с подчинением его Дербенскому коменданту Впоследствии выработаны были Особые правила для управления Каркайтагом И селение Великент Назначено местопребыванием Русского пристава Семейная вражда и месть Обостренная историческими обстоятельствами Скоро привели к гибели почти всего дома Некогда славных Уцмиев Каркайтага Бежавший Уцми укрылся в аварию Было ясно Что пока он будет переезжать из одного владения в другое Находя пристанющий даже в самом Каркайтаге Где он проживал по целым месяцам Спокойствие в Дагестане будет постоянно нарушаемо Поэтому к поимке его были приняты деятельные меры И особая забота об этом возложена На пристава капитана Якубовского Но Уцмин был осторожен И долго все меры к захвату его были безуспешны Наконец Якубовский успел заручиться С содействием эмир Гамзебека И сделал его соучастником заговора Нужно припомнить Что Уцми с давних пор ненавидел детей Своей старшей сестры Которых было четверо Балахан Эмир Гамзабек Бейбалабек И Алдарбек Сама попытка его сблизиться с русскими Имела, как мы видели, связь с этой фамильной враждой Он начал с того, что успел очернить перед русскими старшего племянника Казавшегося ему наиболее опасным И молодой Балахан По его настояниям Был сослан в Сибирь По изгнанию Уцмия Когда положение эмир Гамзебека Кракайтаги упрочилось И слух об этом дошел до изгнанника Несчастный Балахан Нашел случай переслать брату С одним из бежавших лесгин письмо И два ружейные кремня Умоляя его о мщении Эмир Гамза Ненавидевший дядю Дал обет мести Так совпадавшись с намерениями русских властей И потому охотно принял предложение пристава Благоприятный случай К исполнению обета Представился очень скоро Есть сведения Что Агире Хан Испытав превратность судьбы И терпя крайнюю бедность Сам начал искать примирение с русскими Домогаясь получить свои родовые имения И просил эмир Гамзу Быть в этом случае посредником Гамза точно же уведомил его Что русское правительство Принимает его предложение И поручило ему Эмир Гамзе Заключить с ним условия Назначено было место И время свидания И условно Чтобы при каждом было Не более двух нукеров Вечером с 3 на 4 октября 1822 года Эмир Гамза Прибыл к условленному месту свидания В сопровождении По-видимому Только двух человек Но 50 вооруженных всадников Остались невдалеке в засаде А обычная осторожность Уцмия На этот раз изменила ему Он прибыл только С сыном Мамед Ханом И одним прислушником Разменявшись приветствиями Племянник и дядя Сели друг против друга На разосланной бурке И сняли ружья Положив их Однако из предосторожности На колени Ружье Эмира Заряжено Было двумя пулями И в курок Был венщин кремень Присланный Балаханом Беседа продолжалась Довольно долго Гамзаль Как видел, что отец И брат его Прощаются Самым дружеским образом Но едва Адиль Хан Повернувшись Сделал несколько шагов Как Гамза Прицелился И выстрелы в дядю сзади Пуцми Пуцми упал Пораженный на вылет Двумя ружейными пулями Он был убит Наповал Мамедбек Выхватив шашку Бросился на убийцу Гамза и два его Нукера Побежали Становилось темно Два раза Мамедбек Выстрелил На бегу Из ружья Видел Как двое Упали Один за другим Но третий Еще бежал Пылкий Мамед Бросив ружье Преследовал его По пятам С обнаженную шашкой И наскочил На засаду Пятьдесят винтовок Выстрелили В него залпом Пятьдесят человек Кинулись на него С кинжалами И шашками Уцелевшему Непонятным чудом Мамеду Удалось спрятаться В лесу Отделавшись Легкой раной В ногу Он утешал себя Мыслью Что все-таки Успел убить Гамзабека Но впоследствии Ему стало известно Что эмир Избежал смерти Убиты же были Его нукеры В современных Русских донесениях Дело излагается Впрочем Несколько иначе Вероятно По показаниям Самого эмир Гамзабека Они говорят Что Адильхан Давно старавшийся Погубить племянника Составил заговор На жизнь его Вместе с Мамедханом И Прощаясь с Гамзой Намеревался Убить его Но что Гамза Предупредил Их замысел И выстрелом Из пистолета Положил Адильхана На месте Амамедбека Ранил в ногу На другой день Останки покойного Уцмия Перевезены были В селение Янгикент В верхнем Каракатаге И там погребены Со всеми Почестями И пышностью И пышностью По его званию Убийство Уцмия Было Началом Целого Ряда Катастроф В конце 1826 Года Эмир Гамза Был убит Во время Экспедиции Табасарань И Каракатагом Последовательно Управляли Младшие Его братья Бейбала И потом Элдар Бек Старший Их брат Балахан Был возвращен Из Сибири Только в 1831 Году Но он Через год Умер Скоропостижно Вслед за ним Умер Иммедбек Некогда Наследник Каракатагского Уцмиства Затем Случайное Обстоятельство Послужило Поводом Кровавому Эпизоду В котором Погибли Новые члены Каракатагского Дома В это время То есть В 30-х годах Нынешнего Столетия Первой Красавицей В Дагестане Слыла Фатимат Дочь Одного Простого Горца По имени Ибаха Элдар Еще в то Время Когда Каракатагом Управлял Его брат Бейбала Влюбился В нее И стал Просить Руки Но родители Долго Не соглашались На этот Неравный Брак Так как По обычаям Страны Сыновья От такого Брака Не пользуются Ни званием Ни правами Беков Чтобы иметь Наследников Законных От жены Простого Происхождения В Дагестане Нужно было Не иметь Других Жен И влюбленный Участи Уцми 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 Имел Трех Сыновей Мамед Хана Джаман Бека И У Стархана Неоднократно И явно Высказывал Он Ненависть Свою К Элдару За убийство Отца Долго Мучила Устара Мысль Что Это убийство Останется Без Отмщения И он Не раз Надсмехался Над старшими Братьями Укоряя Их В нерешительности Взяться За святое Дело Будь мне Тогда Когда убили Отца Хоть Пятнадцать Лет Говорил он Я не Замедлил Бы В ту же Минуту Успокоить Его тень Но я И теперь Найду Средство Исполнить Сыновий Долг Братья Считали эти слова Просто Хвостливостью Ребенка И не обращали На него Внимания Но устар Верный Своему Обещанию И обладавший Смелым И упорным Характером Выжидал Только Удобного Времени Он Со злобной Радостью Принял Братьев Фатимат В надежде Что найдет В них Верных Товарищей Для мщения Элдару И за себя И за других Была Пасха 1836 По принятому Обычаю Владитель Кайтага Поехал В селение Великент Чтобы поздравить С праздником Русского Пристава Великент И уже Ожидал Его Устарбек Вместе С братьями Фатимат И четырьмя Нукерами Испытанной Храбрости Встретились Они весьма Дружелюбно И все Вместе Отправились К приставу Принятые С почетом Элдар И устарбек Сели рядом На диван И за завтраком Пили даже За здоровье Друг друга Товарищи Инукеры Их Почтительно Стояли По обеим Сторонам Комнаты Случилось Что вскоре После завтрака Пристав Зачем-то Отлучился Из комнаты В это самое время Один из Нукеров Устара Подал Условный Сигнал Устар Встал И вдруг Выхватив Из-за Пояса Пистолет Заряженный Двумя Пулями В упор Выстрелил Элдар Элдар Упал Обливаясь Кровью На мгновение В комнате Водворилась Страшная Тишина Все Оцепенели От ужаса Тогда Один из Братьев Фатимат Видя Что Элдар В предсмертных Судорогах Старается Вынуть Кинжал Крикнул Зловещим Голосом Устар Руби Его Слова эти Заставили Устара Опомниться Он Выхватил Шашку И В остервенении Нанес До Двадцати Ударов По голове Умершему Элдару Тогда Только Друзья Инукеры Владителя Схватились За оружие И бросились На противников Устар Первым Пал под ударами Шашек Нукер Его Бахам Желая Спасти его Тело Проворно Подсунул его Под диван И заслонил Собою После Нескольких Выстрелов С обеих сторон Началась Страшная Резня Кинжалами В дыму Которым Наполнилась Небольшая Комната Сражавшиеся Едва Могли Различить Друг Друга Выстрелы Шум И дикие Крики Поднялись На ноги Весь Великен Прислуга Пристава В ужасе Разбежалась Сам Пристав Бросился На гоп Вахту И приказал Ударить Тревогу Команда Солдат Прибежала К его Дому Но Никто Не посмел Войти И скоро Комната Была Завалена Телами Убитых И умирающих Погибло Тринадцать Человек И только Бахам Защитник Трупа Устара Покрытый Тяжелыми Ранами Еще стоял На ногах В эту минуту Растолкав Столпившихся В сенях Солдат В комнату Вскочил Конюши Элдара И Увидев Бездыханное Тело Своего Господина Бросился На Бахама Но Бахам И имел Даже Достаточно Сил Чтобы Насмерть Поразить Его Кинжалом А затем С криком Прощай Прощай Устар Довольный Послужил Тебе Кинулся К выходу Острый Кинжал Брошенный В догонку Ему Умиравшим Конюшем Просвистел Мимо И Бахам Выскочил На двор Где его Схватили Солдаты В живых Еще Оставался В комнате Один молодой Искандербек Умираю Крикнул он Но умираю С гордостью Я честно Защищал Труп Моего друга Элдара И с этими словами Он бросил Свой кинжал С такой силой Вверх Что тот Глубоко Врезался В потолок Команда Русских Солдат Нашла Впрочем И его Уже Мертвым И поныне Путник Проезжающий Из Дербента В Кизляр Или В Тимир Хан Шру Укажет Укажет Ему Великанте Дом В одной из комнат Которого На потолке Еще остается Глубокий след От кинжала Али Искандара Бека Так погибла Вся фамилия Бывшего Уцмия Кракайтакского За исключением Среднего сына Адиль Хана Жамов Бека Случайно Не попавшего Туда Великент К нему Как к единственному Представителю Рода И перешло Управление Кракайтагом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова